Когда летом на рассвете заглянул соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. 1981 год. Впервые Софию Ротару упоминают чаще, чем Аллу Пугачёву. Эти певицы были давними конкурентками и ранее Алла опережала Софию в популярности. Но в начале 80-х у Примадонны спад. Она разводилась с мужем, режиссёром Александром Стефановичем. Оттого музыкальный фильм «Душа», который он готовил под Пугачёву, в итоге вышел с Ротару в главной роли. Вот момент начала съёмок. Она была очень, конечно, популярна, но у неё был фольклорный репертуар. У неё была соответствующая, так сказать, простая такая прическа, красивые волосы. У неё были народные костюмы такие. Я ей говорю, слушай, давай сделаем с тебя современную такую женщину, вот, европейскую, такого, международного класса, чтобы у нас была звезда. Обаятельная и популярная певица пробует своей силой кино. В 80-е годы Ротару объездила с гастролями весь СССР, Восточную и Западную Европу. Её даже звали в Америку озвучивать голливудские фильмы. Но госконцерт выпустил директиву запретить. Ротару осталось достоянием лишь Советского Союза. Водогра или Червону Руту пела вся страна абсолютно. Там, в Эстонии, в Латвии, в Киргизии. Она стала такой национальным достоянием Советского Союза. По происхождению София Ротару молдаванка, но родилась, прославилась и всю жизнь прожила на Украине. Её песни энергичные, темпераментные, гордость республики. Как парадность крещатика и лукавый юмор одесситов. Мощь огромного Днепра и надёжность маленького запорожца. Уникальная система Валерия Лобановского и гениальная игра Леонида Быкова. Всё это история Советской Украины. Всё это и наша общая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok